Двое украинских военных погибли за минувшие сутки. Ещё пятеро были ранены. В Мирной Красногоровке мины разрушили 8 домов. Боевики 31 раз открывали огонь. Не прекращаются обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции под Ясиноватой. С передовой наш военкор Ирина Баглай. Мы стреляли с БМП. И вот что мы имеем. Добротные дачи после обстрелов боевиков превратились в руины. Там до сих пор стоит запах гари. Наемники специально бьют с зажигательными снарядами, чтобы выжечь посёлок. Летит беспилотник, снимает позиции, снимает какое-то передвижение, концентрация техники. И потом по данным координатам работают непосредственно миномёты. И этот посёлок, и село Крутая Балка. Напротив были буферной зоной, пока боевики, вопреки договорённостям, не пошли вперёд. Своё присутствие обозначили почти на каждом доме. В захваченной Крутой Балке, чтобы освободить частные дома для своих позиций, придумали эвакуацию. Впрочем, убеждать людей покинуть жильё пришлось под дулами автоматов. Мы наблюдали, как приезжали машины. Люди грузили свои вещи и уезжали. Потом приезжали, видно, люди остались. Даже со стрельбой, видно, пытались выселить. Люди живы. Где-то 12 семей. 8-12 семей там присутствуют. Пехотинцы оттеснили боевиков из дачного посёлка. И теперь артиллерия противника постоянно накрывает их минами. Здесь есть село Василевка. Они ставят там миномёт. Как правило, Василёк стоит на прицепе. Они подержают, отстреляют и уезжают. Не даём ответку, поскольку это с жилых массивов. Там уже направление сановато. О, это сейчас, вы слышали, 120-й пришёл. Вот такое, типа, из-под тяжка. В крутой балке боевики заняли ближайшие к армейским позициям улицы. Они вырвали с одной до второй улицы окоп. Там наблюдатели или какая-то позиция. Чем меньше расстояние до наших позиций, тем намного легче их проскочить. Кто открывает огонь, видно по состоянию домов по обе стороны линии огня. В дачном посёлке под контролем ВСУ ни одного уцелевшего, а захваченную наёмниками крутую балку, не зацепила война. Только армейцы фиксируют, как в последнее время всё чаще туда подвозят боеприпасы и стягивают тяжёлую технику. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.